Добрый вечер, в студии Сергей Медведев, это программа Археология, и сегодня у нас одна из вечных тем и одновременно болевых точек, болевых точек повседневности, о которых мы не любим говорить, не любим употреблять даже само это слово, слово смерть. Но, знаете, мне кажется, что сейчас, на пасхальной неделе, этот разговор будет очень уместным, потому что, если и есть у нас некие ритуалы смерти, ну, и преодоление смерти в русской культуре, в народной культуре, в православной культуре, то они именно сконцентрированы на Пасху, да, смертью смерть поправ. Это те 40 дней, вот сейчас это та пасхальная неделя, когда традиционно люди задумываются о смерти, когда люди идут на кладбище, убирают могилы, то есть своего рода, как вот, я не знаю, взять другие страны культуры, в Мексике есть там в начале ноября, когда католический мир отмечает День всех святых, всех святых, в Мексике там есть День Диа Делос Муэртес, День Мёртвых, вот там люди привечают своих мёртвых, строят разные алтари, встречают их. И вот какие-то подобные такие почти языческие ритуалы есть и у нас в России, да, когда люди общаются со своими мёртвыми, приносят им угощения на могилы, выпивают на могилах вместе с этими мёртвыми. Так что мне кажется, что сейчас в эти майские дни, когда природа цветёт и пахнет, цветёт и радуется, нам пришло самое время поговорить о смерти. И есть очень хороший повод, помимо Пасхи. В Манеже в конце апреля открылась выставка, которая, как я понимаю, будет до конца июня под названием «Размышляя о смерти», которую подготовили для нас Гёте-институт и Музей экранной культуры «Манеж Медиа Артлаб». И у нас в гостях сегодня арт-директор вот этого самого Музея экранной культуры и один из вдохновителей этой выставки Ольга Шишко. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. И наш частый гость, философ, профессор Высшей школы экономики Валерий Анашвили. Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер, но я не профессор. Не профессор? Боже мой, Валерий. Спасибо за повышение. Такое-такое-такое упущение, да, я думаю, да, вопрос должен быть в путь нет. О смерти, однако же, к предмету нашему. Вы знаете, вот мне очень интересно, что Гёте-институт это дело все спонсирует, и это часть года Германии в России, потому что мне кажется, что в размышлениях о смерти, вот тема Германии, она очень, как проблематика смерти, она очень хорошо поднята в немецкой культуре. Начиная с того же Гёте, да, в конце концов, что такое весь Фауст и вся фаустовская культура, как не вот этот вот страх смерти и желание преодолеть смерть? Ну, и с другой стороны, вдвойне табуировано, как бы, после Второй мировой войны, поэтому то, что именно институт Гёте берется за эту выставку, мне кажется, это такой сильный прорыв, и при этом собирает художников, которые очень иронизируют над многими темами, в том числе на тему Гитлера, например, да, то есть выставку собрали, не только проспонсировали, но и собрали сотрудники института Гёте, это тоже очень забавный, как бы, вариант вторжения в искусство, когда руководитель программ культуры института Гёте Вольф Ира и заведующий отделом изобразительного искусства профессор, автор многих монографий Эдуард Эмерлинг из Берлинского института Гёте выступили как кураторы. А как вообще возникла эта идея, вот ваше участие в этом, как вы для себя концептуализируете вот этот вот проект? Почему о смерти? В чем для вас здесь ядро всей вот этой выставки? Ну, мне кажется, что именно художники все-таки эту табуированную тему, как и любые табуированные темы, поднимают достаточно активно в своем творчестве, и работы Йозефа Бойса, Билла Виола, Анны Хеп или Янга Жень-Джонга, они все о том, как же люди воспринимают вот, как бы, смерть. Это не созерцание смерти, это именно размышления о смерти, очень часто философские размышления о смерти, и возможность дать людям превозмочь вот эту боль, когда, наконец, постигает их трагедия. Мне кажется, что выставка имеет, ну, такой очень мягкий, тонкий акцент. Бросьте как бы табуировать эту тему, давайте все вместе продумаем, насколько общество плохо реагирует сегодня на болезни человека, на старость. Вот в работе Анны Хеп, например, блестящей работы Анны Хеп, молодой художницы, происходит наблюдение жизни любимой бабушки. Эта любимая бабушка встает, завтракает, что-либо готовит, делает зарядку, вспоминает иногда о мужчинах молодости, о своей жизни. И ее, вот эта старость, она очень ценна для юной девочки. Через три дня после того, как девочка заканчивает этот фильм, бабушка умирает. Но последние ее слова говорят о том, что, люди, пожалуйста, не вычеркивайте старость как как бы часть жизни. Все-таки это часть жизни, это еще не смерть. И поэтому вот эти размышления, они касаются как бы не только самой смерти, но и порога между жизнью и смертью. Да, старость. Здесь я могу вспомнить, что у нас был очень интересный эфир с Владимиром Яковлевым, который вот сейчас продвигает свой проект под названием «Возраст счастья». Знаете, наверное, да, он такую большую книгу опубликовал, веб-сайт, где он рассказывает истории стариков. Ну, мы их называем стариками, да, но, по сути, так сказать, он говорит, что люди после 60, 70, 80, иногда и 90 вступают в расцвет своей жизни, в интеллектуальную свою акме. И как раз вот он об этом говорит. Валерий, вот я вот что хочу спросить. А почему такое табу? Вот Ольга правильно, мне кажется, замечает, что эта тема очень сильно табуирована. А почему появляется, мне кажется, вот Филипп Арьес об этом очень много пишет в своей книге, да, «Человек перед лицом смерти». Ведь когда-то в европейской культуре совершенно нормально было умирать. Ребенок видел смерть, вот как раз Арьес об этом пишет где-нибудь в средние века. Кругом умирали, так сказать, дядя умирал, мать умирала, отец умирал. Все это происходило публично, на людях. И в какой-то момент почему-то наша цивилизация начинает бояться смерти. Две вещи хотел сказать в этой связи. Первое, я не уверен в том, что смерть сейчас в нашей культуре табуирована. И, может быть, об этом стоит пару слов еще сказать чуть позже. Второе, конечно, вопрос в том, как воспринимается смерть, и почему она воспринимается как нечто странное, неприятное, невозможное, ненужное и так далее. Вот это вопрос действительно культуры. В разных культурах этот вопрос отвечается, на этот вопрос даются разные ответы. Но мы, наблюдая за собой, можем понять, чем является для нас смерть. Вот что мы ощущаем, когда мы видим смерть рядом с собой? Мы ощущаем некоторую неловкость. И вот вопрос, откуда эта неловкость берется? То есть, что именно мы воспринимаем как неловкость или как невозможное в смерти? Потому что если вспомнить зарю европейской цивилизации, древнюю Грецию, как вы помните, был такой эпикур, положник эпикурейства, который говорил довольно мудрую вещь, которая не слишком воспринята многими, но тем не менее. Не надо бояться смерти, говорил эпикур, поскольку пока вы живы, смерти нет. А когда вы умерли, вы эту смерть не увидите, не встретите, не почувствуете. Поэтому надо же есть, пить, веселиться и о смерти не думать. Тем не менее, этот мудрый взгляд на жизнь и на смерть не был воспринят нами всеми. И мы продолжаем переживать, когда видим смерть вокруг нас. Так вот, философы довольно долго, последние 50-60 лет, размышляют о том, откуда берется эта неловкость и чем смерть является для живущего. На самом деле вопрос ответов тут не так мало, с одной стороны, но не все они однозначны. Конечно, первое, что приходит в голову, что смерть вызывает точно такую же неловкость, как и, скажем, сексуальный акт. То есть, эротизм и смерть – вещи вообще-то в культуре неразрывно связаны. Связаны. А то мне очень интересно, что наша культура все-таки, она как бы детабуировала эрос, но не детабуировала тонатос. Все-таки культура последнее столетие, да, и спасибо Фрейду и так далее, и, так сказать, современным средствам массовой информации, порнографии, она как-то более… ну, хорошо, она как бы вдвинула в специальные зоны, да, скажем, вот этот эрос, но, тем не менее, об этом можно нормально говорить. Но для смерти нет даже таких зон специальных, где можно спокойно, так сказать, смотреть на смерть, наслаждаться смертью и так далее. Ну, вот если еще говорить о более раннем периоде философствования, берем Гегеля и видим, что, скажем, он довольно интенсивный, много размышлял о смерти, и для него это вообще не являлось проблемой. Наоборот, он говорил о том, что смерть является единственным индивидуализирующим актом, и свободное существо – это то существо, которое в состоянии завершить свою жизнь самопроизвольно, немотивированно и так далее, и так далее. То есть, существовала прямая увязка между смертью и индивидуализацией, свободой. Такой, как, ну да, смерть, как царство, переход в царство свободы. Акт смерти, если он не произволен, и человек в состоянии совершить этот акт, это свидетельствует о его абсолютной полной свободе. Такая кирилловская аргументация, если Достоевского взять. Другой вопрос, что для него этим существом, для Гиги, являлось любящее существо. Помните, он говорил, что любящее – это и есть человеческое существо. Напомню нашим слушателям, что говорим мы сегодня о непростой теме, говорим о смерти, о смерти в нашей культуре, о смерти в искусстве. Наш разговор привязан к выставке «Размышляй о смерти», которая в эти дни идет в манеже. И мы продолжим нашу беседу после перерыва. И снова добрый вечер. Разговоры о смерти сегодня в археологии. Вот не боимся мы повторять это слово, может быть, даже и заклиная его. В манеже проходит выставка «Размышляя о смерти», которая – это один из проектов года Германии в России, была собрана московским отделением Гёте-института. И у нас в гостях один из организаторов, кураторов этой выставки, арт-директор Музея экранной культуры «Медиа-арт-лаб» Ольга Шишко, и философ Высшей школы экономики Валерий Анашвили. Ну вот мы, собственно, разговор наш оборвали на том, что смерть... Кстати, вот, Валерий, а почему ты считаешь, что смерть не табуирована в культуре? Потому что я-то как раз думаю, что, я не знаю, как Ольга согласится или нет, что смерть вытеснена на какие-то вот обочины. Это где-то там, это где-то в хосписах, это где-то в больницах, это всегда, так сказать, когда человек умирает в палате, да? То, что мне по пару раз доводилось, это ведь тут же начинают бегать медсестры, приносят ширмочки, чтобы, не дай бог, другие больные увидели, как умирает кто-то на соседней кровати. По-моему, как раз смерть очень табуирована. Человеческая смерть как финальный акт умирания. Но при этом, давайте вот вспомним одну из концепций Мадрияра, связанную с трудом и зарплатой. Это быстро, не пугайся. Зарплату сейчас каждый из нас получает не в обмен на труд, говорит Бадрияр, а нам ее дают для чего? Для того, чтобы мы занимались потреблением. Потребление – второй вид труда, которым нас обременяет современное капиталистическое общество. Что такое потребление? Это приобретение вещей. Что такое обладание вещами? Это использование вещей в процессе их постепенного изнашивания и стачивания, то есть умирания. То есть человеческое существо в современной культуре без перерыва занято тем, что погружено в процесс убивания, уничтожения времени и вещей. То есть смерть все время рядом с нами находится. Ну то есть да, в таком высоком смысле. Но я не знаю, при этом, Ольга, но все-таки я пытаюсь как-то настоять на этой мысли. Но смерть – это как таковая физическая смерть человека, она же табуирована? Она, мне кажется, очень табуирована, и даже разговоры о смерти все-таки табуированы, а уж тем более показ как бы этого явления, которое все равно как бы вокруг нас, как некого процесса жизненного, и даже эстетического иногда процесса, это уж точно табуировано. Известная работа Софи Кале, которая была посвящена именно смерти матери, то есть она в реальном времени снимала смерть матери, как процесс угасания, умирания, и была эта работа, представленная на венецианском биеннале современного искусства, была воспринята очень тяжело. С одной стороны, она получила массу откликов от критиков, от кураторов, что это прорыв, это шаг, это очень правильный как бы жест в сторону зрителя, но с другой стороны, конечно, и критики было очень мало, очень много, потому что это как бы поразило. И поразила не нашу культуру, а это западная культура. Как это можно показать? А показать это можно. Это можно показать гораздо более красиво, чем даже рождение. И вот работа Билла Виолы, которая присутствует на нашей выставке, она называется «Переходы», как раз вот об этих переходах и о красоте того и другого. У него в один и тот же год умирает мать и рождается второй сын. И вот этот как бы переход, он показывает своей блестящей видеоинсталляцией, которую еще делает, очень там качественно и тонко, как один из лучших, наверное, видеохудожников сегодняшнего дня. То есть вот делая эту выставку «Размышляя о смерти», мне все время приходило как бы вместе с кураторами, с которыми мы обсуждали ее концепцию и авторов, мне все время приходила в голову мысль, что хотелось бы следующий шаг сделать иной и показать выставку «Созерцая смерть», потому что в этом есть очень сильный эстетический толчок. Это правда то, что очень трогает, и не надо бояться смотреть на это. На данной же выставке очень много концептуальных работ представлено. И вот один из таких классиков-концептуалистов, он Кавара, художник, который заигрывал с идеями сюрреализма, потом как бы работал в концептуальном шаге, он вообще всю свою жизнь посвятил теме момента и времени, насколько важно вот сейчас проживать как бы этот момент. Фаустовское опять-таки, да, остановить мгновение. Да, конечно, ну, да, Йозеф Бойс об этом говорил, что мы должны думать о смерти только потому, что мы сейчас живем, иначе бы наша жизнь была бы бессмысленна. Именно то, что мы умрем, должно придавать какую-то силу и какое-то качество вот этому моменту. И вот у Он Кавара чисто такие размышленческие философские работы. Он же, по-моему, вообще ведет отсчет, считает обратно жизнь, как бы оставшиеся дни до смерти, он считает. У него, например, есть прекрасный проект «Датированная живопись». Он просто каждый день создавал живописное полотно. Оно могло отличаться там фоном, каким-то краской, но на полотне была дата этого дня. Если Он Кавара не успевал создать это полотно до конца дня, он уничтожал этот холст, и как бы день был прожит зря. Вот эта датированная живопись перешла в его следующие работы. Я встал, и в работу «Миллион лет», которая как раз экспонирована как звуковая работа на нашей выставке, где он отчитывает просто как бы годы сначала вперед, миллион лет вперед, а потом миллион лет назад. И это тоже некий переход, желание как бы постичь то, что жизнь не останавливается, и как бы ничего нельзя бояться, ничего нельзя табуировать. Хотя мне кажется, вот когда люди чувствуют какое-то неудобство перед смертью, они быстрее чувствуют неудобство перед теми ближайшими людьми, которые остались как раз живыми, а не перед тем человеком, который умер. Вот эта табуированность смерти и того, что с нами происходит, с людьми, которые потеряли близких людей, это тоже очень страшный как бы момент. Ну да, вот то, что вы говорите, меня, конечно, я не знал. Впечатлило, как на Венецианской биеннале женщина выставляет хронику смерти собственной матери. Тут, конечно, этика как-то... Ну вот то, что вы говорите, современное искусство, оно работает, отличается от классического, тем, что оно работает на границах, да, на границах этики и того, что возможно, и то, о чем только можно помыслить. Да, оно все-таки пытается тебе показать, а где же этот порог боли-то? И как бы иногда эту боль тебе преподнести совершенно по-иному. Рефлексия и желание как бы досадить себе и вызывают чувство отторжения очень часто от современного искусства. То есть проблемы эстетики в современном искусстве не существуют. Существуют совершенно другие какие-то проблемы, и вот ими занимается София Колея. Но удивительно, что когда мы запросили эту работу на нашу выставку, нас ждал отказ. Возможно, для нее это тоже был очень сильный акт. Один раз показать эту работу на медицинском фейернале. Да, тиражировать ее уже. Тиражировать ее невозможно. Да, это был вот акт искренности. Именно только что мать умерла, и она ее показала, но больше все. Но, увы, показывать эту работу снова и снова, это вот очень важно. Я вспоминаю другое. Такая хроника смерти, хроника ухода была, когда выставка ретроспектива Анни Лейбовиц, вот как она снимала последние годы и дни жизни Сьюзан Зонток. Там очень много таких, очень физиологичных фотографий, в том числе. И там вот это вот, так сказать, нарастание темы смерти, оно такое совершенно вагонарианское. Очень, конечно, тоже впечатлило. А с другой стороны, мне кажется, в культуре, в том числе и в нашей, было такое достаточно языческое и легкое переживание смерти. Вот я, скажем, вспоминаю землю Довженко, когда там умирает старик на фоне цветения среди вот этих огромных цветущих яблоневых садов, и он спокойно испускает дух и умирает. То есть, ну это какое-то языческое, да, такое домодернистское, потому что вот переживание смерти, это все-таки вот то, что мы говорили, фаустовское, да, это проблема модерна, проблема современности, проблема ускорения времени, да, когда вот мы не можем понять, что вдруг когда-то время для нас закончится. Ну, ты правильно говоришь, это все зависит от оптики, которую предлагает современная культура. Ну, например, вот я уверен, что для многих из нас переживание смерти может быть так примерно описано, вот скажем, ты находишься в отпуске в каком-нибудь прекрасном месте, где-нибудь на юге Италии, и тебе завтра улетать в Москву, в сырую, неприятную, промозглую и так далее. И вот какое у тебя ощущение в последний вечер, когда ты собираешь чемодан перед отлетом после отпуска? Так, тоска, да? Тоска о том, что ты пережил счастливые мгновения какие-то в жизни, и ты их лишаешься гарантированно. Теперь умножь это ощущение тоски на десять, теперь на тысячу, теперь еще на тысячу, и ты получишь ощущение, которое каждый из нас должен испытывать перед смертью. То есть относительно расставания жизни. Часто люди совершенно другие ощущения испытывают, наоборот. Я еду из России в теплый Тайланд, например. А теперь я хочу сказать, что теперь переверни эту оптику, ты находишься в прекрасном месте в отпуске, где-нибудь в Альпах, наших любимых, и ты видишь горы, ты видишь небо, ты видишь огромные пространства, которые созданы до тебя, которые точно после тебя останутся, но они прекрасны. И ты понимаешь, что на самом деле ты лишь песчинка среди этих пейзажей вечных и прекрасных, причем прекрасных вне зависимости от того, созерцаешь ты их или нет. И твоя жизнь и смерть ничего не значат для этого великолепия. И ты спокойно совершенно можешь отнестись к этой, к своей жизни, да, и к ее концу. Потому что ты понимаешь, что самое главное в мире останется. Ну да, кстати, ты прав, в горах это чувство приходит гораздо чаще. Вот, скажем, я так, получается, последние годы часто отдыхаю в Швейцарии, в долине Ингодина. Не является ли это у нас пропагандой швейцарского туризма? Ой, не говори, я сейчас тоже самое для Форса пишу колодку про Швейцарию, как они отказались от Олимпиады в Санкт-Морице. В общем, да, ну что поделать, что поделать. В общем, если действительно есть какая-то страна, которая пришла в некое постматериальное состояние и счастливо в нем живет. Ну вот, и там вот Сильсмария есть место, и там вот этот камень, где Ницше. Да, нашел этот камень, где ему пришла в голову мысль идея о вечном возвращении. То есть Альпы, они, конечно, навевают мысль на том, что, собственно, ничего страшного с твоей смертью не случится. Жизнь продолжается, и вот в горах есть некое такое чувство вечности. По поводу, кроме того, табуирования, ну вот табу не может являться объектом шуток. Про смерть, мне кажется, довольно много язык предлагает всяких шутливых форм, издевательств. Да. Ну, это одна из самых простых и на слуху, да, что жизнь это смертельная болезнь, передающаяся половым путем, да, ну, вроде бы, как бы, это шутка ведь о смерти, а не о жизни. Тем не менее, мы воспринимаем ее не как нечто болезненное, эту шутку, и понимаем, что да, в общем, можно относиться довольно весело и спокойно к тому, что произойдет с каждым из нас. Сколько табуированных слов, выражений, сыграть в ящик, поставить коньки в угол, там, склеить ласты, да, пойти тропу предков. Леша Пулка Сарно когда-то, когда он был лингвистом, он этим занимался. А, вот эти вот фразы, фразы смерти, да. Да-да-да, там очень много. Ну да, но все-таки, мне кажется, что вот это вот пляски вокруг смерти, это заколдовывание смерти, оно вот говорит о том, что в нашей современной культуре настолько силен культ молодости, культ здоровья, культ вот этого вот глянцевого тела, в которой мысли, ну, не представляю, скажем там, да, рассуждение о смерти на страницах журнала «Космополитен». Вот в журнале «Логос», который ты, Валерия, представляешь, я представляю такую тему. Кстати, вот вам интересно, я тоже, да, сделаю. Точно, есть у нас. А есть у вас о смерти спецвыпуск? Ну, будет одна из тем, да. Ну да, да. Клаборные журналы очень заинтересовала наша выставка. Все прям стали в очередь, чтобы публиковать картинки с нее и описывать работы. Я не буду сейчас рекламировать, какие конкретно журналы, но это было поразительно. Современным искусством всегда гламурные журналы не интересуются, по крайней мере, тем, которые выставляем мы, а тут вот интерес сразу пробудился. Ага, секс, ах, нет, смерть, ах, нет, там, как бы, спид. Работы очень разные. Работы, конечно, диалогизируют с темой смерти, как бы, как с темой и старения, и умирания, но и как с темой болезни, а значит, конечно, и тема спида, комсексуализма затрагивается такими художниками, например, как Феликс Гонсалес Торрес, который, в принципе, как бы все время работает с этой темой. Границы, как бы, человеческих болезней и того, к чему это может привести. Он же сам умер от спида, по-моему. Он сам умер от спида, да, и вот у него очень тонкая работа. Это затемненное пространство, непонятные, как бы, комнаты и прозрачная штура, за которой скрываются некие силуэты, силуэты человека. Как бы уходящих. Уходящих, да. Но вся прелесть, как бы, этой работы именно не в музейном контексте, потому что в музейном контексте она висит в виде огромной фотографии, а в том, что эти плакаты расклеены по всей Москве. То есть расклеены без указания автора, без указания, как бы, о чём эта работа, просто как некие призраки. Такие призраки, смотря на которые, мы должны задуматься и, наверное, почувствовать этот запах, да, и ветер смерти. Вот поэтому вот этот паблик вторжения для художника было важнее, чем присутствие в музейной среде. Ты должен всё время помнить о том, что тебя ожидает. Вот, кстати, я здесь могу немножко ещё пояснить, на мой взгляд, почему смерть является проблематизирующим элементом жизни. Хайдеггер об этом ведь пишет, и я, когда вы говорили об Оси, понял, что, конечно, он абсолютный хайдеггерянец. Смерть – это то, что вырывает человеческое существо из всеобщего, всеобщности, да, из всеобщего существования такого совместного. Вот Хайдеггер говорит, да, хотя смерть затрагивает всех, каждый должен умереть своей собственной смертью. То есть, даже если мы говорим о массовой смерти, всё равно каждый умирает индивидуально. То есть, в смерти максимальным образом проявляется индивидуальная. Но это не хайдеггерская мысль, но она может быть эксплицирована из Хайдеггера. Это просто означает, что мы, как социальные существа, имеем некоторый предел своей социализации, и этим пределом является смерть. То есть, мы боимся не индивидуального умирания и не индивидуальной боли, не индивидуальной трагедии, а мы боимся вот того тотального, что сделает нас индивидуум, вырвав из социального общего пространства. А на самом деле быть индивидом довольно страшно и опасно. Именно поэтому мы социальные существа, мы вместе убиваем бизонов, мы вместе гоняемся за всякими благами и так далее. Но умираем по отдельности. Но умираем по отдельности. Это дальнейшее развитие того, о чем говорил Гегель, что смерть как переход в царство свободы, а у Хайдеггера смерть как... То есть, как известно, один из главных экстенциалов Хайдеггера – бытие к смерти. Собственно, он говорил, бытие к смерти является тем, что освобождает человека и вырывает его из процесса времени, который он погружен и окружен вещами пространственными и прочим, прочим. Поэтому для меня, например, совершенно невозможно понять в нашей традиции, в нашей религии то, что самоубийство никак не воспринимается. Человека нельзя похоронить. Это правда считается таким самым главным грехом, наверное. А это ужасно. Это правда свободы. Это освобождение, когда ты хочешь индивидуализироваться. И, в конце концов, это может быть и болезнь. У нас у каждого свои сознания и свои пространства, в которые мы хотим уйти и не задерживаться в этих пространствах. Поэтому, мне кажется, к самоубийству относиться так совершенно нельзя. Но православные иерархии не читают философов. То есть у них свои крупные чтения важные и достойные. Я кажется, Борис Акунин сейчас создал целую антологию о самоубийстве, которую прям зачитываешься. И надо бы всем посоветовать, нашим патриархам, ее прочесть. Потому что это очень важная борьба государства-индивида за свободу или против свободы. Это какая книга? Она называется «Писатель о самоубийстве». Не, Акунин не читал. Он ведь епановед, да, и как бы вот вторая его фамилия, извините, вот сейчас я... Чхартишвили. Да-да-да, как раз не как Акунин, потому что как бы он разделяет себя Акуниной части. Да, в качестве Чхартишвили он написал по... Ну да, конечно, там совершенно другие ритуалы смерти. Вот я тоже об этом хотел поговорить, может быть, позже. Но, к счастью, не получилось. Нет-нет, еще получится. Мне, как раз, очень хочется сравнить российскую и западную культуру с восточной, вот, в совершенно другом отношении к смерти, что там смерть приветствуется. Ну, не то, что приветствуется, а очень важно красиво умереть, очень важно правильно уйти. Вот, то есть вот эта вот старшая самая смерть Харакири, да, Сэмпуку. Ну, вы знаете, я хотел сейчас остановиться. Вот на чем, Ольга, вы сказали очень интересно, что заинтересовались гламурные журналы темой смерти. И вот у меня такое какое-то впечатление появляется, что в последнее время есть некая мода на вот эти вот темы. Перверхи, мода на перверхи. Да, вот она пошла, может быть, с 12-м годом, с концом света, тут подоспела это меланхолия триеровская, опять-таки, с вагнеровской музыкой. Вот, пошли все эти разговоры о тлении, о бумерании. Вот нету ли здесь этого, то, что, так сказать, смерть неожиданно попадает в какой-то очень такой модный дискорс? Да, совершенно точно. 90-е годы – это, наверное, секс, а 2010-е, да, и нулевые – это, наверное, смерть. Ну, такая, знаете, тоже мода, она довольно старая. Я просто напомню, вы наверняка это знаете, те самые знаменитые рисунки из пещеры Лоско, о которых там Батай любил говорить, и вообще о которых я любил вспоминать. Там разные датировки, по-моему, последние что-то такое, 18 тысяч лет назад были созданы наскальные изображения, одно из которых до сих пор потрясает воображение всех мыслителей, все пытаются это разгадать, что это такое. Изображен бизон, который проткнут копьем, с распоротым животом, из которого, значит, вываливаются кишки, то есть, изображена смерть этого бизона. И рядом с этим бизоном изображен человек, мертвой, очевидным образом, но почему-то с маской, не с лицом, с головой птицы, и с очень сильно эрегированным фалосом. То есть, совершенно четко зафиксирована близость та самая... Эроса и Санатоса, да? Конечно, Сана и Золь, да. И с тех пор, когда там в 40-е годы, по-моему, эту пещеру открыли, вот европейские мыслители с тех пор не дают покоя. Как же вот смотреть, мы так думали, ну, а вот что-то наглядно, это было еще 18 тысяч лет назад изображено. Но почему берется, откуда берется действительно эта связь, о которой мы начали говорить в начале передачи? Вот это любопытно. И вы правильно говорите, что, конечно, глянец реагирует на смерть, думая, что где-то тут рядом находится Эрос. Где-то рядом со смертью наверняка должно быть... Ну да, тема такая, достаточно эротичная смерти, по крайней мере, очень... Ну, знаете, я даже думаю, что она глянцево отработана массовой культурой. Вот я вспоминаю некоторые фильмы американские вполне, в общем-то, они такие якобы философские, но на деле они достаточно гламурные. Там, вот, «Город ангелов», там, «City of Angels», или там, «Meet Joe Black», да, «Познакомьтесь, Джо Блэк». Когда вот эти вот мертвые люди приходят и неожиданно начинают вести, но все равно там кончается ко всеобщему умиротворению, успокоению, как бы смерть – это нормально. Вот. Вы знаете, Ольга, вот здесь я хочу спросить, здесь Валерий упомянул «Смерть Бизона», а у вас же там, по-моему, очень сильная работа... «Анри Сала», наверное, да, 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 это прекрасная работа. «Смерть лошади». Да, работа «Раз за разом» сделана Анри Сала, это албанский прекрасный видеохудожник, который ныне живет во Франции. Он заснял лошадь такую одинокую, без единой монтажной склейки, в темноте, вот этот темный силуэт стоит никому не нужный, и лошадь явно совершенно измуждена, она умирает, мимо проезжают машины. Это, конечно, метафора того, как мы часто не замечаем больных людей, одиноких людей, да и не только людей, на самом деле смерть-то она касается же всех, как бы всего органического и живого. Очень трогательная работа, которую, наверное, вот знаете, как поэзию не описать словами. Вот для меня вообще, в принципе, видеоязык – это такая новая поэзия, только выраженная как бы другими образами, да, а не текстами. И вот Анри Салай стоит прийти посмотреть, как поэтический такой опус на тему вот одиночества. Ну да, одиночество. Вы знаете, мне тоже очень интересно, как тема смерти с животными связана, потому что, ну, я сам очень люблю животных, да, у меня всю жизнь были собаки, вот то, что, так сказать, есть некое животное. Знаете, у Белевина есть рассказ, встроенный напоминатель о смерти. Вот, и вот животное – это тоже некий встроенный напоминатель о смерти, что вот есть некое близкое существо, в которого ты инвестируешь столько чувства, эмоций, вот, и оно всё равно умрёт раньше тебя. И вот это вот, как бы, это существо ходит и носит в себе собственную смерть, потому что о смерти близких людей ты уже так не думаешь, как о смерти животного. Люди всё-таки, ну, понятно, что люди конечные, но они мыслиться более вечными. Вот, так что вот смерть лошади, ну, то, что ещё от Толстого, может быть, идёт, да, от холстомера, вот, вся эта вещь. Ну, кстати, Толстого, как такого экологического мыслителя, мне кажется, очень занимала эта мысль, как смерть Ивана Ильича и смерть лошади. Ну, я хочу отметить, что на выставке совершенно вы не увидите, вот те, кто придут в течение работы выставки, не увидите насильственной смерти. Как бы выставка не об этом, потому что, конечно, если определять тему смерти очень широко, то, наверное, не хватило бы и всего манежа. Вот это, кстати, очень важную вещь вы здесь обозначаете. Тема показа насильственной смерти, то, что называется, да, graphic violence, да, графическая смерть, графическое насилие. Об этом мы поговорим после перерыва. И снова добрый вечер. Разговоры о смерти. Сегодня в программе археология. В манеже идет выставка «Размышляй о смерти», организованная в рамках Года Германии в России, организованная московским отделением Гёте-института. Множество очень важных современных художников там представлены. Билл Виола, Оон Кавара, Феликс Гонсалес-Торрес, Йозеф Бойс. Так что всех вас мы призываем. Выставка, она идет до конца июня в манеже. А у нас в гостях один из кураторов этой выставки, арт-директор музея экранной культуры и медиа-арт-лаб Ольга Шишко и философ Высшей школы экономики Валерий Анашвили. Вот мы остановились на том, что на этой выставке о смерти сама смерть как таковая графически не изображена. Но посмотрите, что происходит в массовой культуре. По мере того, как, ну, так скажем, наши ритуалы повседневности, наша повседневная речь табуирует смерть, мы стараемся о ней не говорить, мы стараемся ее эфемизмами какими-то описывать, мы стараемся ее не видеть, закрываем ее ширмочками. А что происходит в массовой культуре? Это какой-то просто обвал смерти, причем это как с антибиотиками, да, когда первый пенициллин там был достаточно там 7 единиц, чтобы человека вылечить. Сейчас человеку нужны там миллионы, десятки миллионов единиц этих антибиотиков, поскольку, так сказать, вирусы тоже. И вот то же самое у нас, по-моему, возрастает наша вот эта вот резистентность смерти. Нам уже, чтобы нас впечатлить, нужно показать там не просто смерть человека, а смерть там, не знаю, тысяч людей. Или там показать, как человека разрывает на клочья, так по-тарантиновски. Так что вот, что это такое в современной культуре? Такое количество графической смерти. Это что, символическая компенсация вот этого вот табу на смерть? Ну, я не знаю. Мне кажется, что все-таки изображение смерти в художественной среде было всегда, вспомним там Гою или Брегеля. Я не думаю, что сейчас как бы стало больше работ на эту тему. Опять художники, которые идут вне канонии, в другом как бы эстетическом аспекте по отношению к зрителю, опять поднимают эти табуированные темы. Опять и опять. Я не считаю, что вообще есть какой-то прогресс. Я ни в чем не считаю, что есть прогресс. Ни в технологиях, ни в культуре, ни в философии. Есть такие машины мечты или как бы машины грез, или общие как бы вечные темы, которые постоянно поднимаются все заново и заново. Ария грез. Если нет, может быть. Я сейчас говорю, Ольга, о механизмах массовой культуры. Я, честно говоря, с ними не сильно к стыду своему, потому что как в том числе человек интересующийся современной постмодернической культурой, конечно, больше надо было бы смотреть блокпастеры, так сказать, играть в компьютерные игры, ходить в мультиплексы, кинотеатры. Это редко. Тут недавно я просто оказался, смотрел один из наших новых фильмов в таком мультиплексе. И вот эта реклама просто редко, потому что я смотрю обычно кино где-нибудь в пионере, в художественном, там нет такой жуткой рекламы, там 35 миллиметров. А тут в течение 15 минут меня бомбардировали с последними релизами всех этих стрелялок. Вот я был совершенно потрясен, так сказать, количеством того насилия, которое на меня сдал бестерью, обрушилось в зале. Я не знал, куда уйти. При том, что как бы средний потребитель культуры этим бомбардируется в больших количествах, мне кажется, что количество насилия, которое на нас обрушивается, оно с каждым днем все больше и больше растет. Что в новостях, в масс-медиа, что в культуре. Валерий, вот как это объяснить? Знаешь, я бы с тобой не согласился и сказал бы обратное. Смерть в массовой культуре – это очень легкая, доступная и приятная вещь. Что я имею в виду? Ну, те же игры компьютерные, о которых ты говоришь. Жизнь возобновляется. То есть, умерев один раз, ты можешь восстановиться. Я, правда, играл последний раз лет 15 назад, не знаю, как там сейчас. Но раньше было так, что если ты умер, ты можешь заново возродиться, даже в том же самом образе, попробовать еще раз. То есть, каждый из нас был в каком-то смысле кошкой во время компьютерной игры с девятью жизнями. То есть, ценность или тотальность и абсолютность смерти вообще не являются тотальностью и абсолютностью. Это с одной стороны, если мы говорим об играх. Если ты берешь блокбастеры или какие-нибудь мелодрамы, которые пользуются большой популярностью или что-то еще, ты всегда видишь принципиальные вещи. Блокбастеры, боевики. Смерть кого-либо из героев всегда требует и находит отмщение. То есть, она всегда не проходит даром. Смерть какого-либо героя приводит к позитивным, очень ценным для всего человечества или для оставшихся живых героев результатам. То есть, смерть – это лишь один из шагов к тому, чтобы добиться прогресса и счастья для всех живущих на Земле. С одной стороны. С другой стороны, если умирает какой-нибудь в мелодраме один из двух любящих друг друга, то, безусловно, он попадает, и нам это показывает, либо куда-то в рай, либо начинают с ним общаться после смерти, либо еще что-то такое, что не делает, опять-таки, смерть тотальный, абсолютный и трагичный. То есть, всегда есть некоторый шаг за смертью. И всегда этот шаг позитивен для массовой культуры. Это согласен. Что полностью противоречит факту смерти, о котором говорили философы. Потому что смерть – это действительно тотальное событие, о котором мы говорили в начальной передаче. И именно смерть приближает нас к абсолюту, вырывая из этой социализации, из массовости и делает тебя индивидом. В повседневности. И это как раз противоречие существенной с массовой культурой представления о смерти в современной массовой культуре. Ну да. Смерть, мне кажется, в массовой культуре, она приобрела речь некой соли, значение некой соли. Вот как мы без соли еда пресная. И современная культура – это необходимый совершенно сюжетный поворот. Я не могу представить практически ни одного фильма, неважно, какой жанр, будь то мелодрама, трагедия любовная, будь то производственная драма, что угодно, в которой не было бы смерти. Не знаю, лет 30 назад, лет 50 назад этого не было. А сейчас, если ты не добавишь смерть какой-то проходящей или героя, то как бы и фильма нету, и говорить не о чем. Совершенно правильно. Это эскалация, эскалация смерти. И это означает, что лет через 50 несчастные художники, кинорежиссеры и писатели просто окажутся у разбитого корыта. Им нечем будет эпатировать, шокировать и так далее. Видимо, показывать реальную смерть, убивать в кадре. Не знаю, я очень трепетно отношусь к пророческому дару Пелевина. Трепетно в позитивном смысле или в негативном? В том числе в позитивном. В смысле он предсказывает очень многие вещи, которые сбываются в реальности с определенной задержкой. Тут недавно в Фейсбуке... Он их просто проплачивает. А потом просто тратит на это ресурсы для того, что состоялось. Это дриарская логика, это одно и то же. Это прецессия симулякера. Ну да, тут я помню в рассказе «День бульдозериста» у него был календарь с голой женщиной у заснеженного Запорожца. И вот буквально позавчера или вчера в Фейсбуке мне, так сказать, реально из соцсетей такой фотографии обнаженной девушки на Запорожце в 968-м прислали. Вот, так вот, Пелевин в СНАФы вот эти говорит, снимает эти СНАФы, что, так сказать, чтобы людей хоть как-то шокировать и будоражить, нужно снимать реальную смерть. И вот, так сказать, операторы посылают камеры, вооруженные этими автоматами, которые в действительности убивают людей, и все это смотрят. Так что... Вы знаете, вот здесь я о чем хотел поговорить? Нужна ли какая-то... Может быть, нам нужно в культуре вернуть какую-то, не знаю, ну, не девственность, но некую чувствительность по отношению к смерти? Потому что вот, опять-таки, да, мой фейсбучный опыт недавно была годовщина самоубийства Маяковского. И один блогер, известный, ну, да, Рустам Адагамов, которому я очень доверяю всегда, так сказать, его вкусу, то, что он помещает, он поместил фотографию, которую я раньше никогда не видел. Маяковского в первые минуты после смерти, после того, как он застрелился. Ужасное зрелище, я должен вам сказать. Это, так сказать, переискореженное лицо, рубашка, перепачканная кровью, видна дырка, куда он стрелял. Это, честно говоря, то, что я не хотел бы видеть. Вот, и все пишут, вот, вот он, оммаж, вот она, воспоминания человека. А я вот возмутился. Вот я не знаю, этически, насколько здесь, по-вашему, нарушена какая-то граница? Ой, ну, мне кажется, что, как бы, вот, ваш вопрос, может быть, надо изменить, оно само изменится. Ну, были же гладиаторские бои, но всегда было, вот, как периодами желание у людей смотреть на эту смерть, а потом вдруг была отрыжка, и это насилие, как бы, уставание происходило у людей. Да, безусловно, конечно, мы своей выставкой как раз и делаем, как бы, эту тему смотрибельной с другой стороны. Мы размышляем о смерти, мы не показываем ее, мы не упиваемся этой насильственностью, да, потому что, вот, как раз, самое главное различие между тем, что вы сказали, в массовой культуре, это желание показать насильственную смерть, желание убить во что бы то ни стало, даже в реал тайм, да, в реальном времени. Вот, и размышление о том, что, может быть, какой-то другой путь познания, как бы, этой жизни, и каждого момента, как у ООН Ковары, да, более такой концептуальный, вообще без показа смерти, только с продумыванием. Ну, мне, конечно, он более близок, хотя, вот, насколько этически, как бы, нарушена здесь, вот, в истории с Маяковским, не знаю, я вот, мне надо подумать. Ну, тут важный вопрос задал, ну, как и любой вопрос, связанный с этикой, но в данном конкретном случае, ну, смотри, для Маяковского важно, то, что вот ты переживаешь относительно того, что он не очень хорошо выглядит на этой фотографии. То есть, для кого важно... Нет, ему, ему это... Хорошо, я тебе уточняю вопрос. О некой контоминации моей памяти о нём. То есть, ты таким образом утверждаешь, что твоё представление о Маяковском, как поэте, там, неважно, великом или зоурядном, настолько незначительно, что может измениться, и твоё мнение о Маяковском может в целом измениться, как о человеке-поэте, если ты увидишь эту фотографию с неприятным изображением. Ну, оно не изменится, но оно... Тогда в чём проблема? Оно оскорбляет моё религиозное чувство. Оно оскорбляет моё чувство. Ну, как вам сказать? Ну, дальше я не хотел бы видеть фотографию... Ну, это же не эсгумация. Фотографию Цветаевой после самоубийства. Я не хотел бы смотреть на эту фотографию. Ну, скажите, а вот любимый человек, например, у вас умирает на глазах, да? Ну, болен он, смертельно. Вы не хотели бы видеть процесс этого умирания? То есть, вы бы хотели просто, чтобы он умер сейчас или сдать его в хоспис? Он что, для вас менее дорог будет? Да, но другое это репродуцирование этого процесса. Я хотел бы видеть, к несчастью своему, но снимать это на видео, я бы, наверное, не решился и выкладывать в социальные сети. Не надо, не перевеличиваю. Потому что вы задали очень правильный вопрос. Вернее, привели точный пример. Ты запомнишь этот образ навсегда. И ты в памяти будешь его воспроизводить всю оставшуюся жизнь, смерть любимого человека. Чем отличается воспроизведение в твоей памяти этого образа от воспроизведения фотографии... Смерть и смерть Маяковского. Ну, не важно, от фотографии. Это тот же образ, менее, более расплывчатый. Что тебя смущает? Ну, здесь... Ну, другой вопрос, что это будет твой индивидуальный образ, а это массовое восприятие. Да, приватность этого восприятия. С другой стороны, и Маяковский был неприватным человеком, который стремился к массовости, и расплыванию своего образа, как можно более широких слоев. Все равно остаются вот эти вот этические границы, например, да, Ольга? Ну, вы, наверное, знаете, вот этот знаменитый случай с Кевином Картером, знаменитым фотографом, который получил Пуллицеровскую премию за фотографию девочки в Сомали, умирающей от голода. И он ждал несколько часов, рядом с ней сидел стервятник, и вот он ждал, чтобы то ли девочка умерла, и на нее стервятник, так сказать, набросился. В общем, получился гениальный совершенно кадр, который вызвал сострадание в сердцах миллионов людей. Он получил Пуллицеровскую премию, на него обрушился вал травли на Кевина Картера за то, что он не помог девочке, не отпросил камеру и не помог девочке, не отогрался с ней с Нолтервятника. И молодой, перспективный, 35-летний фотограф покончил жизнь самоубийством в результате этой травли через полгода. Вот здесь, по-вашему, что Картер должен был фиксировать эту смерть для создания образа сострадания? Нет, ни в коем случае. Я думаю, что травля была обоснована. Я даже не понимаю, что могло происходить с человеком в этот момент, какой вот раж должен был происходить, чтобы наблюдать и сделать этот гениальный кадр. То есть для меня это немыслимо. Мне кажется, просто человек впал в состояние безумия. Ну да, творческого и профессионального. А так, как он закончил жизнь самоубийством через полгода, я думаю, что как раз это правда было безумие, потому что, видимо, как бы были две стороны этого человека. Такое часто бывает. Валерий, а ты как считаешь, вот в такой ситуации фотограф имеет возможность сделать гениальный кадр о том, как умирает девочка. И действительно, может, после этого пойдут новые миллионы долларов гуманитарной помощи в Сомали ценой вот этой вот смерти, вот этого одного кадра. Я как раз это хотел сказать, да. Здесь что мы считаем? Мы считаем жизни арифметические. Тогда он был прав. Действительно, его работа привела к тому, что было спасено огромное количество жизни именно после его снимка. Но ценой жизни этой девочки, допустим. Хотя я не уверен, что вообще он мог что-то сделать. Слезинка-ребенка. И почему от фотографа требовать какой-то медицинской помощи? Для этого есть красный крест и прочее. Что за вообще ерунда какая-то? он просто был рядом в этот момент. А что он может сделать? Ну, вот у вас на глазах кто-то умирает. Вы не врач, не специалист. Что вы можете сделать? Ну, а тогда стервятника, но он не дал и съесть стервятнику эту девочку. Ну, да. То есть здесь довольно сложный, конечно, вопрос, на который уже две тысячи лет человечество пытается ответить. И, конечно, ответа не получим. К счастью. Ну, да. Но в любом случае здесь как-то, да, мы подходим. У каждого из нас останется своё мнение. Это прекрасно, что оно может оставаться. И хорошо, что есть такие эпизоды, которые позволяют нам дискутировать на этот счёт. Ну, да. Но в любом случае смерть, это вот к вопросу как раз о выставке, это тот акт, да, тот опыт, который размывает границу между этикой и эстетикой, когда неожиданно эстетический акт получает этическое совершенно измерение, и мы не понимаем. И в этом смысле ты прав, что поставил и очень здорово, что этот пример привёл, потому что это очень-очень яркий, точный пример того, как действительно происходит работа смерти, потому что смерть, как эрос, это и есть то, что уничтожает и перекрывает границы принятого. Вот в этом смысле этот пример с фотографией умирающей с маленькой девочкой и есть иллюстрации того, как работает машина смерти, потому что смерть – это единственный механизм, который позволяет полностью выйти за пределы нормы, за пределы нормального, за пределы привычного, обыденного и так далее. Ну, равным образом, как и эрос. С другой стороны, вы знаете, вот здесь я хотел уже, я думаю, последняя вещь, которую мы в этой передаче обсудим, она, потому что всё имеет свой конец, включая эту передачу. К счастью. Да, к счастью, к счастью, действительно. То, что смерть – выход за пределы нормы. Очень часто смерть становится неким вписыванием в норму. Вот я здесь хочу поговорить о таком, о западном, немножко истеричном переживании смерти и о таком спокойном переживании смерти, которое свойственно в восточной культуре. Вот мы уже говорили там о японцах, о самураях, о сын-пу-ку, о самоубийстве. При том, что или вот, скажем, чудесная китайская пословица «Главное в жизни – это хорошие похороны». Вот. То есть, так сказать, правильная, хорошая смерть как некий критерий успешности и заслуженности человека. Вот это вот. Или вот, например, меня очень всегда сначала коробило, а сейчас радует. На кладбищах, знаете, заранее там ставят эти памятники, уже кто-то умер у тебя из семьи. Вот, скажем, человек пишет свою дату рождения… И там местечко оставляет. Да, да, черточка и, так сказать, на четыре последние цифры там дата смерти. Фотографии я видел. Человек уже свою фотографию вклеил на свой нагробный памятник и просто осталось писать дату смерти. И вот такое вот утилитарное отношение к собственной смерти, мне кажется, очень хорошее. А может, это не утилитарное отношение к смерти, а может быть, это больше одиноких людей вокруг стало, и они боятся, что некому будет позаботиться вот об этих похоронах? Это тоже верно, такую красивую мысль превратили в прозу, в прозу жизни. У нас это более-более-более, чем… Более-более, чем вероятно. Ну вот, кстати, да, вопрос вообще в русской культуре. Смерть, она как-то осмыслена? Принята? Быстрее вопрос. Какие-то вопросы задаешь, прям даже неловко. Ну вот я не знаю, глядя на наше кладбище, на наши похоронные ритуалы, на наши отношения с мертвыми. У нас очень дифференцированное общество. О каком русском обществе ты спрашиваешь? Уточни. Как профессор высшей школы экономики, уточни, пожалуйста. Ну, в какой-то момент эта дифференциация, она стирается, она, конечно, у нас кладбище социально маркированное, есть какое-нибудь там, я не знаю, Троекуровское кладбище или Новодевичье, а есть там дальние подмосковные, где там глину месить сапогами 10 минут. Ну, средненное кладбище, скажем, я не знаю, которое смешивает социально, там Пятницкое кладбище в Москве. Что наши кладбища говорят об отношении к смерти? Наши кладбища не знаю, но если ты имеешь в виду, что русская культура связана с православием, что она говорит о смерти, ну, понятно, тут, естественно, нельзя сказать уже ничего нового, в общем, про это еще рассказано, ясно, что смерть как переход в лучший мир и так далее. Это вот та самая философская опасность и неверное отношение к смерти, потому что тотальный абсолют, к которому вроде бы как мы должны прикоснуться после смерти, это лишь чистая уловка, совершенно очевидно, которая позволяет не осуществлять вот тот самый жест индивидуализации, который я много раз уже успел сказать за время этой короткой передачи. То есть, смерть как приобщение к абсолюту, это лишь способ дать тебе, нам, не жить индивидуальной жизнью. Вот, собственно, и все. То есть, это такая отмазка, которая предлагается культуре, культурой для облегчения нашей собственной жизни. А усилие должно быть предпринято обратное. Ну, да. Да, помни, как говорил Монтень, философство значит учиться умирать. Философство значит учиться умирать. Да, замечательная мысль. Ну, вот в русской традиции, мне кажется, у нас недостаток философии и, в общем-то, недостаток, ну, так скажем, умения умирать. Здесь, мне кажется, речь вообще идет о разрыве традиции, об отношении к семейным корням, к семейным историям, об отношении к кладбищам. Наши кладбища уже очень сильно развалены по отношению с теми же, скажем, немецкими. Мы начинали с Германии, и коль смерти в Германии. У нас очень короткие, мелкие корни памяти. И человек, собственно, может, поэтому у нас так и боятся смерти, что знают, вот как вы, Ольга, правильно сказали, что, да, и не похоронят-то близкие, если сам не позаботишься о памятнике. Вот. И на могилку-то не придут. Тут, я думаю, что ты говоришь, у тебя была же передача о кладбищах. Кладбище же действительно, вот как у меня любимая тема, зоопарк, как... И кладбище немецкое, вспомни, как выглядит этот храм какой-нибудь старый, в котором много-много столетий находится кладбище, где местные хоронятся своих. Да, романтизация такая, кладбищенской темы, да, в Германии. А у нас, конечно, кладбище очень запущенная вещь. И вы знаете, в завершении нашей передачи, может быть, чтобы связать это, опять-таки, с пасхальным сезоном, и поскольку мы столько говорили о смерти, я скажу, знаете, идите на кладбище вот сейчас, вот в эти майские дни, в эти майские праздники, поговорить со своими, с чужими мертвыми. Это прекрасный совершенно разговор. Я в очень многих городах, куда я езжу, одно из обязательных мест, которые я посещаю, это кладбище, потому что там мертвые создают какую-то особую атмосферу, особый такой дух места. Ну, или, чтобы неким контрапунктом подумать о том, что вы увидели, осмыслили на кладбище, идите в Манеж, где у нас проходит выставка «Размышляя о смерти», о которой нам сегодня рассказала одна из организаторов этой выставки, Ольга Шишко. И главный редактор журнала «Логос». И главный редактор журнала. Ты как-то странно представляешь, но в этой передаче. Хорошо, да. Я хочу только добавить, что я рассказала далеко не о всех проектах, потому что много удивительных проектов, о которых мы не раскрыли на этой программе, ждут зрителей. И спасибо, Ольга. И главный редактор журнала «Логос», и поднимает тему смерти Валерия Анашвили. Это была программа «Археология». Извините, если кого задели этими разговорами и копнули слишком глубоко, но, надеюсь, остальным было интересно. Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Доброй ночи и удачи. Доброй ночи и удачи. Доброй ночи и удачи.